Всем здравствуйте! С вами вместо репетитора Елена Викторовна. Сегодня мы поговорим про круглые числа. Давайте послушаем информацию. Десять одинаковых предметов иначе называют десятком. В математике одному десятку соответствует число 10. Два десятка — это число 20. Три десятка — число 30. Рассмотрим таблицу, в которой представлены десятки от 1 до 10. К примеру, четыре десятка — это число 40. Название числа записывается так. Рассмотри остальные строки таблицы самостоятельно. Запомни, числа, состоящие только из десятков, называют круглыми числами. Мы с вами прослушали информацию. Давайте прочитаем, как называются круглые десятки. Начинаем с первого числа. Один десяток — это 10. Два десятка — 20. Три десятка — 30. Четыре десятка — 40. Пять десятков — 5, 10. Шесть десятков — 6, 10. Семь десятков — 7, 10. Потренируйтесь писать названия круглых чисел. А сейчас посмотрим, как можно выполнить задачу про яйца. В школьную столовую привезли 8 десятков яиц. А в столовую детского сада на три десятка меньше. Сколько всего яиц привезли в столовую детского сада? Послушайте. Решим задачу. В школьную столовую привезли 8 десятков яиц. А в столовую детского сада на три десятка меньше. Сколько всего яиц привезли в столовую детского сада? Запишем кратко условия задачи. Известно, что в школьную столовую привезли 8 десятков яиц, а в столовой детского сада на 3 десятка меньше. Нужно узнать, сколько всего яиц привезли в столовую детского сада. 8 десятков — это число 80, а 3 десятка — 30. Найдем, сколько яиц привезли в столовую детского сада. Из 80 вычесть 30, получится 50 яиц. Запишем ответ. В столовую детского сада привезли 50 яиц. Задача решена. Вы прослушали, как можно выполнить решение этой задачи. Выполним следующее задание. Нужно нам подобрать название круглым числом. 70, находим слово, 70, 40, 40, 100, 100. Это задание мы выполняем устно. Давайте выполним еще раз. 40, 40, 30, 30 и 70. Молодцы! Работаем дальше. Следующее задание. Нужно расположить числа в порядке возрастания. У вас даны числа. Запишите эти числа в порядке возрастания. То есть сначала самое маленькое число, затем больше, больше и больше. Выполните это задание, а потом проверим. Проверяем. В порядке возрастания самое первое число будет 10, затем 30, затем 40, 50 и 60. Если у вас выполнено так же, то вы молодец. Выполним еще одно задание. Расставьте эти числа в порядке возрастания, а потом проверим. Проверяем. Самое маленькое число 10, затем 40, 50, 60 и 100. Молодцы! Следующее задание. Нужно сравнить круглые числа. Запишите эти выражения и поставьте знаки больше и меньше равно, а затем проверим. До новых встреч! До новых встреч! Увидения! Увидения! Продолжение следует... Проверяем. 100 больше 10, 100 больше 80, 60 меньше 90, 50 меньше 60. Выполним еще одно задание. Сравните эти числа. Проверяем. 100 больше 10, 60 меньше 90, 50 меньше 60 и 80 больше, чем 50. Если вы сравнили так же, то вы молодцы. Сегодня мы с вами поговорили про круглые числа. Давайте выполним несколько заданий из проверочной работы. Каждую запись нужно соединить линией с подходящим числом. Выполним это задание устно. Проверяем. Проверяем. Выполните решение этих примеров письменно, а затем мы проверим. Проверяем. 30 плюс 50 равно 80, 20 плюс 70 равно 90, 90 минус 40 равно 50 и 80 минус 40 равно 40. Отвечаем. Молодец! Все правильно. Перейдем к следующему заданию. Выполним следующее задание. Здесь нам нужно выбрать все выражения, значения которых равно 90. Вы должны сосчитать все выражения, а те выражения, значения которых равно 90, подчеркнуть. Выполняйте. Проверяем. 50 плюс 50 получится 100. 100 минус 10, 90. Нам нужно выбрать все выражения, значения которых равно 90. У вас это выражение подчеркнуто. 80 плюс 10 получится 90 и 90. Вычесть 30, получится 60. Не подходит по условию. 40 минус 20, 20 и 20 плюс 70, 90. Это выражение у вас тоже подчеркнуто. 30 плюс 60, 90 и 90 минус 20, 70. Это не подходит. Проверяем. Молодец! Все правильно. Все задания выполнены. Посмотрим результат. Молодец! Все правильно. Ты отлично справился с заданиями. Молодцы! С вами вместо репетитора была Елена Викторовна. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, обязательно ставьте лайки. Тот, кто ставит лайки, тот будет отличником. Всего вам самого доброго. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...